Впервые юные туристы из Губкинского посетили Тобольск и его окрестности. Познакомиться с «Жемчужиной Сибири» такое поощрение получили победители Олимпиад и обладатели наград в спорте и культуре. Хорошая архитектура в этом городе. Нам понравились пейзажи, горы. То есть, все было интересно. Мы побывали в тюрьме. Было очень классно. За три дня ребята окунулись в историю древнего города Нертише. В Тобольске мне очень сильно понравился дворец Наместника и тюремный замок. Очень интересно и очень красиво. Понравились разные музеи, разные монастыри, церкви. Очень понравился Тобольский Кремль. Там очень красиво. Идея посетить Тобольск с экскурсией возникла у заместителя председателя законодательного собрания Малоненецкого автономного округа Виктора Казарина. Инициативу поддержал председатель Тюменской областной думы Фуас Айфудинов. В нашем регионе Тобольск, на мой взгляд, это самый интересный исторический регион, где можно увидеть массу интересного. И вот эта поездка у нас была организована для лучших учащихся. Ребята посетили сразу несколько мастер-классов. Познакомились с касторезным мастерством, плетением фенечек из крапивы и изготовили глиняные свистульки. Символ Тобольска из дерева. У нас был мастер-класс, как мы раскрашивали ангела, символ Тобольска. Это было очень интересно, и всем понравилось, и получилось очень красиво. Эта экскурсия была нацелена на образовательный процесс детей, в ракурсе которого они бы познакомились с Тюменской областью. Ямалоненецкий автономный округ, он также ходит в Тюменскую область, и это часть его составная, неотъемлемая, конечно же. Но здесь своеобразная природа, своеобразный ландшафт местности и также своя история, которая начиналась несколько миллионов лет назад. Северные соседи формируют главный туристический поток в Тобольск. Эту добрую традицию охотно поддерживают школьники. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время.